МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блестяще справился, просто блестяще справился. Он перевыполнил ту задачу, которая была поставлена. Наши на Олимпиаде золотые хоккеисты, блистательные Загитова, героические лыжники. Какая смена подрастает. Если не вызываешь интереса на телеэкране, то это не слушают. Горячая предвыборная пора, дебаты на телевидении и радио, креативные ролики в интернете. Что скажут эксперты? В Казахстане еще появились мошенничества, связанные с поддельными доверенностями. Как не попасться на крючок махинаторов в сфере недвижимости? Расследование от наших корреспондентов. Активистка, спортсменка, татарка и просто красавица. Алина Загитова сделала невозможное. Не просто исполнила тройной аксель в каскаде, а прыгнула практически из юниоров в олимпийские чемпионы и принесла России первое золото на Олимпиаде в Южной Корее. Как всегда, в трудные минуты нас выручают наши женщины. Они на своих хрупких и одновременно могучих плечах несут тяжелое бремя ответственности и показывают, как нужно побеждать. Я не большой специалист в фигурном катании, но короткая программа в исполнении нашей Алины это было произведение искусства, которое можно смотреть бесконечно. И пусть, когда я говорю «наша», на меня не обижаются в Ижевске, где Алина Загитова родилась и профессионально занималась фигурным катанием. Или в Москве, где она живет и тренируется сейчас. Но она стала для нас еще одним символом огромного таланта, упорства и трудолюбия нашего народа. И особой красоты наших женщин. Мы гордимся своей соотечницей и счастливы ее достижениями. Сухие строчки свободной энциклопедии Википедия сообщают, что Алина Загитова начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске, во дворце спорта «Юбилейный». Гордись, Альметьевск! Ее отец Ильнас Насихович Загитов, хоккеист, бывший главный тренер хоккейной команды «Ишсталь», родился в деревне Татарский Азибей Актанышского района. Гордись, Актанышский район! Ты дал миру отца прекрасной олимпийской чемпионки, уже ставшей легендой этой Олимпиады. В то же время Алина Загитова стала символом нового поколения российских спортсменов, которые уверенно выходят на мировые арены после череды допинговых скандалов. Посмотрите, что творят наши молодые лыжники. Уроженец Зеленодольска Андрей Ларьков завоевал олимпийское серебро в лыжной эстафете 4 по 10 километров и олимпийскую бронзу в гонке на 50 километров. Еще одна спортсменка из Татарстана, Анна Нечаевская, завоевала бронзу в составе женской эстафетной команды в лыжных гонках. И это уже четвертая для Татарстана медаль на Олимпиаде в Южной Корее. Первую, если вы помните, принесла фигуристка Евгения Тарасова. Какие потрясающие спортсмены у нас начали появляться. Тимур Бекмурдин продолжит. И это седьмая золотая награда для норвежки. Она становится... А вот это Нечаевская. Бог с ними, с норвежками, пусть радует... Эти ребята сотворили чудо, сделали невозможное. Сразу три медали олимпийской пробы принесли только лыжники из Татарстана. Андрей Ларьков и Анна Нечаевская. Впервые в спортивной истории республики. Правда, объективности ради стоит вспомнить олимпийских чемпионов, знаменитую лыжницу Ольгу Данилову, уроженку Бугулемы и чемпиона Саппора в мужской эстафете Федора Симашова, родившегося в Заинском районе. Но если уж быть точными до конца, тогда эти прославленные спортсмены представляли другие регионы. Впрочем, Федора Симашова в Заинске чтят и по сей день. Именно в честь знаменитого лыжника-земляка здесь проводятся ежегодные всероссийские соревнования среди девушек и юношей. На этой неделе старты открывали с особым чувством. На наших глазах вчера, сегодня происходят великие дела. Именно наша родина, именно наша страна, несмотря на все тяжести, которые происходят, а мы свидетели всего этого. И наши спортсмены, никто не испугался. Этот успех нельзя назвать случайным, в один голос говорят все эксперты. Татарстан за последние несколько лет сделал настоящий прорыв в лыжном спорте. А центр спортивной подготовки Ялтезай по праву считается лучшим в России. Сегодня он готов принимать соревнования самого высокого ранга. У нас комплекс в себе подразумевает и лыжные трассы, которые имеют международный сертификат, место подготовки лыж, проживание, питание. То есть мы этим центром охватываем весь спектр, скажем, необходимой инфраструктуры для проведения всероссийских, республиканских, ну и, возможно, международных даже соревнований. У нас сейчас это как единый механизм. Каждый занимается своим делом. У нас созданы все необходимые условия сегодня. построено 14, уже сданного эксплуатации, 14 мобильных лыжных баз. Блестяще справился, просто блестяще справился. Он перевыполнил ту задачу, которая была поставлена. Ему была поставлена задача, чтобы он проиграл не менее 10 секунд. А когда от норвежцев оторвались с полторанином на 18 секунд, вы сами понимаете, он просто совершил под. Все наши медалисты сплошь вчерашние юниоры. У России самая молодая команда на Олимпийских играх. Вчерашние мастера спорта, я бы сказал, как спортивный термин, разорвали весь мир и доказали, что мы намного способны. Молодец, слушай, она завершающая свою десятку, она выполнена на все 150%. Андрей Ларьков – это наш дорогой родной, Кагяна Мечаевская. Он просто сделал то, что должен был сделать. Особенно рады за Андрея Ларькова на его малой родине, в родном Зеленодольске. Ведь именно здесь он начинал свой путь в большой спорт и фактически состоялся как зрелый мастер. Первый учитель физкультуры вспоминает, как парень разрывался между музыкальной школой и спортом, и, как именно физрук, убедил его твердо встать на лыжню. Ну, за счет, конечно, трудолюбия. Как бы он уже поздно пришел, после 8 класса. Там сверстники-то уже с 3-го, с 4-го класса занимались. Но вот он, видите, обошел всех. Здесь старшеклассник Ларьков с друзьями обсуждал Олимпиаду в Турине. Благодаря его победе сегодня весь лицей говорит уже о Пхенчхане. Конечно же, болела за Андрея Ларькова. Я, конечно, немного расстроена, что он занял второе место, но он все равно молодец. А учителя считают, что спортивные достижения Андрея – заслуга родителей. Это они никогда не мешали его вечным тренировкам. Буквально жили ради сына. Доходило до курьезов. После последнего звонка всем классом мы отправились праздновать это событие. Как всегда у нас Андрея Ларькова не было. Вместо него были на этом празднике мама и папа. Даже на пустном вечере. А он был, как всегда, на сборах. Близко знающие Ларькова люди говорят, что сам он вряд ли обрадуется внезапно обрушившейся на него славе на родине. Андрей слывет молодым человеком, крайне скромным и не слишком словоохотливым. С нетерпением мы ждем в Татарстане и нашу Анну Нечаевскую. Эта девушка на лыжне была неподражаема и буквально вырвала бронзу для нашей команды в эстафете на последнем этапе. Но приподнятое настроение нынче не только в лыжных центрах Татарстана, но и в спортивном комплексе «Юбилейный», что в Альметьевске. Именно здесь начинала свой путь в фигурное катание еще совсем маленькая Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана. Поехали. На скорости только. Да, в Ижевске Алина делала первые успехи в этом красивом виде спорта. Но именно Домира Пичугина в Альметьевске фактически стала для нее первым тренером и хореографом в одном лице. Она отличалась от девочек тем, что была очень музыкальная, прыгучая и растянутая. То есть с ней, видимо, дома занимались родители. Видно было, что это бриллиантик, который надо было обрамить и выпустить цвет, и она засияла всеми цветами радуги. Станет ли грандиозный успех Алины Загитовой стимулом для развития фигурного катания в Альметьевске и в других городах Татарстана? Пойдут ли в секции лыжного спорта мальчишки и девчонки, вдохновленные примером Андрея Ларькова и Анны Нечаевской? Все это вопросы из разряда риторических. Какие еще могут быть вопросы и ответы? Вы только вглядитесь в эти глаза и послушайте этих юных фигуристок. Просто нравится кататься, трудиться. Она вышла первый раз на Олимпийские игры, но по ней не скажут, что это ее первые игры. Она как будто бы 10 лет уже откатывает, умница. То есть ноль волнения у нее вообще. Тимур Бекморзин, Михаил Любимов, Ильшат Мухаммедов, Ринат Сафин, Фаад Гайсин, Булат Шафигулин. Семь дней. В ослепительной красоте нашей соотечественницы Алины Загитовой блески олимпийских медалей как-то на второй план отошло главное политическое событие в нашей стране – выборы президента России. Но это ненадолго. Предвыборная кампания только разгорается, и политические соперники, можно сказать, только закончили разминку перед решающими схватками. Жириновский, как всегда, работает с партийной прямотой, обещает всех обеспечить квартирами, работой и отменить ЕГЭ. Я еще помню, как он обещал каждой женщине найти мужа. Владимир Вольфович в своих агитках уверенно бьет по базовым человеческим потребностям, не особо утруждаясь объяснениями, как это будет сделано. КПРФ во главе с бизнесменом Грудининым топчется на одной поляне с коммунистами России Максима Сурайкина. Ведущие корпоративов великосветская тусовщица Ксения Собчак и изрядно постаревший и, как говорится, немного ощипанный, но непобежденный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский успешно размывают правый либеральный фронт. Но у Явлинского, в отличие от госпожи Собчак, есть, по крайней мере, наработанная годами внятная повестка и конкретная программа. Про Титова и Бабурина вообще пока ничего сказать не могу, ввиду скудности информации и отсутствия каких-то ярких, неординарных поступков. В целом, вывод пока один. При всем богатстве выбора альтернативы нет. Фонд «Общественное мнение» огласил недавно в СМИ итоги интересного социологического исследования. Было опрошено 3000 респондентов в 73 субъектах Российской Федерации. В частности, был составлен своеобразный антирейтинг отношения к кандидатам в президенты. Людей спрашивали, кому из кандидатов вы относитесь в целом отрицательно. Лидер антирейтинга ожидаемо Ксения Собчак. Негативно к ней относятся 57,5% опрошенных. Второй в антирейтинге Жириновский. 16% опрошенных относятся к нему негативно. Есть в России умные люди. Третий – Явлинский. К нему отрицательно относятся 15% опрошенных. Четвертый – Грудинин КПРФ. 13,5% опрошенных. Титов – 7,7%. Бабурин – 7,5%. Сурайкин – 7,2%. И, наконец, к Путину отрицательно относятся 6,2% опрошенных. Никому не относятся отрицательно 22% опрошенных. За кого будут голосовать те, кто пойдут на выборы? По данным опроса на 18 февраля. За Путина – 66,5% опрошенных. За Грудинина – 6,3%. За Жириновского – 6%. Остальные – в рамках статистической погрешности. За Собчак – 0,7%. Явлинский – 0,6%, Бабурин – 0,4%, Титов – 0,2%. Это, так сказать, показатели стартовой позиции активной фазы предвыборной кампании. Будем смотреть за динамикой. На нашем канале тоже начались предвыборные дебаты и выступления. Сергей Темляков увидел и оценил с экспертами, как проявили себя доверенные лица кандидатов президенты России. Дебаты в 2001 году, например, возьмем. Это выборы президента Татарстана. Это бои без правил. От угроз ведущему до угроз друг другу. Это было развлекательное шоу. Если театр начинается с вешалки, то дебаты с гримерки. За несколько минут до прямого эфира здесь мы и встречаем Леонида Толчинского, опытного ведущего и политолога, директора высшей школы журналистики КФУ. Пока гример вносит последние штрихи, расспрашиваем, в чем особенности этих дебатов. И есть ли отличия по сравнению с другими выборными кампаниями на телевидении. То в чем они? Леонид Григорьевич отмечает главную деталь. Элементов шоу стало меньше. Законодатель строго отрегулировал, как они идут, правила проведения дебатов. Они стали в какой-то степени более формальными, более жесткими по регламенту, по форме ведения. Они заставляют очень сильно концентрировать мысль тех, кто участвует в этих дебатах. Распорядить место согласно жеребьевке. Разыгранной Центральной избирательной комиссией бесплатным эфирным временем на этой неделе воспользовались не все доверенные лица кандидатов. Мы не услышали представителей Сергея Бабурина и Ксении Собчак. Зато вместе с экспертами изучили пришедших доверенных лиц. Кто-то может согласиться с тем, что у нас получилось, кто-то поспорит. Но у факта остается фактом. Мы смотрели с точки зрения потенциального избирателя. Это мой первый опыт. И свет софитов, и все такое как-то влияет достаточно сложно. И давление даже немножко поднимается. Антон Головин, пожалуй, единственный из доверенных лиц, кто впервые на телевидении. Многодетный отец честно признается – без репетиции никак. Главный помощник – зеркало. Нет, ну зеркало я вообще в принципе не провожу время, потому что не являюсь нарциссом. И для меня зеркало, я вот коротко стрижен, я вот раз-раз и пошел. Ну, две минуты. Ну, пока у меня плохо получается. Я смотрел прошлый эфир, я глазами бегал. Сегодня я буду более так посерьезнее относиться к этому. Представитель другого крыла коммунистов, доверенное лицо Максима Сурайкина, Роберт Садыков, чувствует себя комфортно. Для него это уже не первые дебаты. Экс-депутат Госсовета, экс-кандидат в президенты Татарстана отмечает другую особенность. Единственное сложное у меня постоянно – это нехватка времени. Мне не удается своей мысли, особенно аргументации. Я считаю сейчас так. Просто тезис какой-то выдвинуть – это сейчас уже никому не интересно. Какое-то положение, лозунь кинуть. Надо это все обосновать. Если не вызываешь интереса на телеэкране, то это не слушают. Я вот так с этой точки зрения посмотрел эти программы. Некоторые интересно выступают, некоторые менее интересно выступают. Коммунисты, они выступают опять-таки, манипулируя на ностальгии. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Время выбирать» с людьми. Одновременно с дебатами на телевидении на этой неделе стартовали дебаты и на «Болгар-радиусы». Всем же интересно, что не попало в эфир. Вот этот жаркий спор. Уже, говорит, нас сидеть нечего, зарплату не платят. Я думаю, что вы занимаетесь именно подкупом, с сайкой разбираться. Вот что вы все время сразу сдавите. Мы люди вообще, да, они сами просят. Поводом для жаркой дискуссии стал внешний вид доверенного лица Владимира Жириновского. А точнее, деталь гардероба. Марсель Габдрахманов пришел на дебаты в фирменных носках из стопроцентного хлопка. Для девушек, женщин у нас там синие носки, есть и красные носки, кто более стилист такой, кто отходит и так далее. Мы одеваемся, чтобы показать, что мы являемся представителями ЛДПР. И мы этим гордимся. Даже непосвященному зрителю сразу понятно. Марсель Габдрахманов не только старается донести позицию эпатажного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, но и сам пытается ему подражать. Вот вам подтверждение. Случайно. Я одеваю носки, не глядя, они все рядом черные лежат. И я не знал, что сегодня вот так мы в таком виде будем, такой стул как бы, как на допросе. Да, с оппонентами пообщались. Сейчас колуарно, но не затрагивали тему спорта, оставили ее для прямого эфира. Но, конечно же, есть разногласия, но у всех, так скажем, есть одна единая цель, которая нас объединяет. Мы настроены на лучшее будущее для России. Интересная деталь. Доверенные лица от пяти кандидатов в президенты на дебатах на этой неделе не менялись. Рокировка была лишь у одного. Тимур Халиков, заместитель председателя общественной палаты Татарстана, был в понедельник на дебатах, где говорили о стратегии развития страны и точках роста экономики. Доверенное лицо Владимира Путина Анна Захматова в среду, когда обсуждали спорт. Для Анны тема хорошо знакомая. Работала на универсиаде, руководила департаментом по работе с волонтерами. Сейчас занимается проектом WorldSkills, программой «Посетитель». По Захматовой мне показалось, что это такой современный тип руководителя, общественника. Это как бы современный тип женской чиновницы. Она бодра, энергична, красива. Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Многие вещи говорят интересно. Иногда, так сказать, эмоционально она выпрыгивает, что ли, из образа немножко. Но в целом достаточно позитивно смотрится, свежо. Если говорить в целом о дебатах, отмечает руководитель школы ораторского искусства, ему бы хотелось услышать больше примеров из жизни. Цитат кандидата в президенты. Владимир Соченков говорит и о выявленной закономерности. У каждого оппозиционера просматривается попытка совершить атаку на действующего президента. Все в детстве играли в игру «Царь горы». И есть такое понятие, как «лобовая атака», которая бессмысленна. Я что отмечу. Мне показалось, с точки зрения технической, что очень много попыток играть дикторов телевидения. Это ручка в руках, это иногда жестикуляция с помощью ручки, это жевание губ. Иногда человек заканчивает свой блок и как-то виноват, очень поджимает губы. Мы хотим, чтобы и Центробанк тоже вернул 15 миллиардов и сам встал в очередь. Об Александре Юмановой заговорили, когда тазвали лицензию Татфонбанка. Именно она возглавила союз пострадавших клиентов. На дебатах Александра доверенное лицо Бориса Титова. Соглашусь с мнением наших экспертов. Если на дебатах у нее и есть образ, то, скорее всего, это образ строгой учительницы. Мы сами разберемся. Я думаю, хорошо, что время сжато, не дает возможности разглагольствовать на какие-то ненужные вопросы. Часть кандидатов нас тянет в прошлое, часть говорит о сегодняшней ситуации. А мы считаем, что кандидат президента должен говорить о будущем. Практически из шести представителей, пятеро были патриотами. А от Яблокова, извините, человек, который сразу начал говорить о том, что ФСБ ночами лазает и пробирки подменяет, что совершенно не доказано ни одним судом. Такой вывод делает политолог Владимир Беляев, посмотрев эфир дебатов за среду, и резюмирует. Все доверенные лица в Татарстане хорошо отражают позицию кандидатов в президенты и заслужат тех процентов на выборах, которые получат. Может быть, самим-то представителям кандидатов и хотелось бы более жаркой и тесной дискуссии, но мы насмотрелись этих ток-шоу. Может быть, это даже лучше. Так удается сказать, перекрикивать друг друга, когда они будут кричать друг на друга, как это делается на Первом канале, но ничего-то непонятно же будет. Это лишь только первые впечатления и оценки стартовавших дебатов. Впереди еще три недели прямых эфиров. До 17 марта. До Дня тишины. Сергей Тимляков, Андрей Мухов, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Надо понимать, что эти дебаты только начало. То, что в них стало меньше показных и потажных высказываний, переходящих в оскорбления, по-моему, хороший показатель. Конструктивная критика тоже необходима. Но именно конструктивные, а не популизм и голословные обвинения. В Татарстане мы видим доверенные лица кандидатов, президенты держатся в рамках высокой политической культуры. Надеемся, так будет и впредь. В то же время в интернете начали распространяться вирусные провокационные ролики, агитирующие на выборы, снятые профессиональными командами. Призывают на выборы очень конкретно. Вот, например, давайте посмотрим такой ролик. Поехали! Быстрее! Куда торопимся? Как будто... Ну! А, Андрей, какой? Так, покажу. Налево поворачивай! Куда дальше? Прямо. Дышим, дышим! Быстрее! На право поверни! Там кирпич! Поворачивай! Поворачивай! Ну, теперь-то в роддом. Зачем? Мне рожать только через месяц. Поехали, поехали! Беременная женщина едет на красный свет, заезжает под кирпич, чтобы проголосовать за будущее своего ребенка. Заставляет водителя нарушать все правила движения. Я думаю, сотрудникам ГИБДД этот ролик не очень понравится. Но есть и более откровенные творения. Давайте еще посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погоди, у тебя есть 18? Конечно, я уже взрослый. Ты сегодня голосовал? Нет, нафига. Тогда какой же ты взрослый? Здесь агитации на выборы через половые потребности, через базовый инстинкт размножения. Достаточно грубо, но, согласитесь, для молодежи ярко и предельно понятно. В целом могу сказать, креатива на этих выборах предостаточно. Лично мне не хватает серьезных размышлений о будущем страны, развитии экономики и сбережения человеческого капитала. Во что будет превращаться страна? В образцовый колхоз Грудинина, в дом 2 Ксении Собчак или социализм со сталинским профилем Сурайкина? Как мы сможем преодолеть этот кризис и намечившийся застой? Как освободить созидательную энергию людей от давления чиновников, силовиков и власть придержащих? Очень хочется услышать ответы на эти вопросы. И я думаю, не только мне. Но, как говорится, не только Олимпиадой и выборами живет республика. На этой неделе Рустам Миниханов за один день посетил сразу два города – набережные Челны и Нижнекамск. Визит этот очень важен хотя бы потому, что весь этот закамский регион – по сути, главная зона промышленного роста всего Татарстана. Ставку республика делает как на крупные предприятия, которых в этом регионе в избытке, так и промышленные площадки, технопарки и особую зону Алабуга. Отдельный разговор о развитии малого бизнеса. Тут у нас еще непаханное поле проблем. Тимур Бекмурзин продолжит. Когда-то в набережных Челнах все развивалось по известной формуле – не было бы счастья, да несчастье помогло. Таким несчастьем для Автограда, кто помнит, стал пожар на заводе двигателей «КамАЗа» в начале 90-х. Проблемы на градообразующем предприятии вынужденно вывели на передний план тысячи и тысячи предприимчивых людей и малых компаний. Сегодня, слава Аллаху, есть другие способы и инструменты стимулировать деловую активность в Челнах. Один из наиболее эффективных возможностей, которые предоставляет статус территории, опережающего социально-экономического развития. Льготы ТАССР мотивируют инвесторов активнее вкладывать средства. А с площадками в Автограде проблем уже давно нет. Самый характерный пример – Камский индустриальный парк «Мастер», шестую очередь которого показали президенту Татарстана Рустаму Миниханову. За счет нее парк еще прирос на 170 тысяч квадратных метров площадей, на которых работают компании-резиденты. Сегодня это самый большой по площадям индустриальный парк на континенте, с выручкой резидентов 68 миллиардов рублей. Президент, впрочем, ставит задачу расти и дальше. По площадям цель 1 миллион 300 тысяч квадратных метров, по выручке предел не ограничен. Республика со своей стороны готова поддержать растущую индустриализацию челнов серьезными инвестициями в социальную инфраструктуру. Многое делается в плане дорожного строительства. Обновляются объекты здравоохранения. Президенту, в частности, во время визита показали возможности городской поликлиники номер 3. Для нее закупили современное диагностическое оборудование. Теперь впервые в городе появился кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин. Здесь готовы открытие межрайонный офтальмологический центр, который будет обслуживать 7 ближайших районов. Густам Мениханов, признавая достижения во многих сферах социально-экономического развития, тем не менее обращает внимание на проблемы. Ключевые из них – отток талантливой молодежи в Казань, Москву, Санкт-Петербург, другие крупные города. И показатели развития малого бизнеса. Они хоть и выше среднереспубликанских, учитывая возможности и потенциал челнов, никак не могут полностью удовлетворять. Что касается ваших цифр, в частности, доли субъектов малого и среднего бизнеса, валового территориального продукта, я считаю, что 30,5% на ее ломбарочи – это цифра очень малая. Все то же самое можно смело отнести и к Нижнекамску, куда Рустам Мениханов прибыл после челнов. Причем базовые условия здесь ничуть не хуже, а по некоторым позициям даже лучше, чем в Автограде. Есть у Нижнекамска тот же статус ТАСЭР и, соответственно, льготы для потенциальных инвесторов. В промышленном плане город вообще уникальный даже в масштабах России. Судите сами, здесь располагается 18% всех основных производственных фондов Татарстана. На Нижнекамск приходится 23% промышленной продукции республики, 30% экспорта Татарстана. Но надо понимать, все это достижение крупных предприятий Нижнекамска. Малый бизнес здесь долгое время пребывал в положении, уж извините, чемодана без ручки. И нести тяжело неудобно, и бросить жалко. Приделать к нему эту самую ручку – задача новой команды в исполкоме Нижнекамска под руководством Радмира Беляева. У молодого чиновника за плечами успешный опыт работы по поддержке бизнеса как раз-таки в Челнах. Задача – повторить его здесь, в Нижнекамске. Базовое условие Нижнекамска очень мощное. Это сырье, передел сырья, это возможности социальные, это рабочие специальности, кадры. 2017 год был подготовительным годом, 2018 год будет годом реальных проектов, которых мы должны создать не менее 15 новых производств. В каком направлении двигаться в деле поддержки малого бизнеса в Нижнекамске представление есть. Начинающих предпринимателей и просто инициативных молодых людей всегда ждут в молодежном центре «Ковер». Открывается рубаха, новый центр, где уже мне город предоставляет на льготных условиях под производство помещения. И это только малая часть, что делается сейчас для предпринимательства. И вообще, в принципе, не только для меня, а для нашего слоя, так скажем, мелких предпринимателей, потому что на нас, я считаю, держится экономика. Для инвесторов посерьезнее индустриальные площадки. Пока их две. Промышленный парк с одноименным названием «Нижнекамск» и индустриальная площадка «Пионер» в стадии строительства. Первый в Нижнекамске частный индустриальный парк и название у него соответствующее «Пионер». Располагается на территории бывшего кирпичного завода, который уже лет 9 как простаивает. Теперь промышленная площадка, как вы видите, обретает реальные очертания. Запуск главного резидента основного производства, компании «Камосталь», планируется меньше, чем через полгода. Алифтина Кузьмина приехала в Нижнекамск с мужем из далекого Уссурийска. Говорит, понравился и сам город, и работа. Китайские инвесторы предложили ей возглавить новый проект. Пригодился опыт предыдущей деятельности и знания языков. Алифтина, кроме русского, свободно владеет английским и китайским языками. Татарстан – это достаточно активно развивающаяся республика. Это также не могло не привлечь иностранного инвестора. И возможностей для развития очень много, потому что здесь промышленное сердце России. Результаты работы малого и среднего бизнеса, конечно, кавалиции вам нещим, только 38 место. Президент Рустам Миниханов настроен более критически и понятно почему. Основу доходной базы Нижнекамска составляют по-прежнему исключительно крупные предприятия. Они же несут главную социальную нагрузку. За счет средств предприятий группы ТАИФ и Татнефть реализуются все масштабные проекты. И пока нет никаких предпосылок сомневаться в их платежеспособности. Эти флагманы татарцанской промышленности только набирают обороты. К примеру, ТАИФНК готовит к запуску глобальный проект-комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Нижнекамскнефтехим построит новый олефиновый комплекс мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн этилена в год. Это столько же этилена, сколько мы сегодня делаем. Здесь группа компаний ТАИФ проводит большую работу, на самом деле очень большие инвестиции. Уже мы понимаем, какие технологии, какие лицензиары. Сейчас большая работа идет по финансовым схемам. Я уверен, что с этой задачей мы тоже в ближайшее время должны справиться. Поддержать растущий малый бизнес в Нижнекамске – одна из приоритетных задач руководства города, которую ему, очевидно, не поднять без помощи крупных предприятий. Рустам Мениханов это тоже хорошо понимает. Я, конечно, обращаюсь к Альберт Кашавычу вам. Если есть какие-то сырьевые или какие-то проекты на входе, значит, поддержать вот эти предприятия, которые будут развиваться на Нижнекамской площадке. Тимур Бекмордин, Андрей Мохов, Ильша Таюпов, Альберт Шафигулин. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. В Татарстане еще появились мошенничества, связанные с поддельными доверенностями. Как не попасться на крючок махинаторов в сфере недвижимости? Расследование от наших корреспондентов. В понедельник в Госсовете Татарстана председатель Фарид Мухамедшин провел встречу с заместителем председателя Союза журналистов России. Алексей Вишневицкий поделился планами Союза журналистов страны. На базе Дома журналистов планируется организовать курсы повышения квалификации работников региональных СМИ. Во вторник в Госсовете открылась весенняя сессия. На 35-м заседании депутаты утвердили кандидатуру Лейлы Фазлиевой на должность заместителя премьер-министра Татарстана. Попросили Дмитрия Медведева защитить производителей молока и адресовали премьер-министру свое обращение. А также законодательно разрешили местным властям штрафовать за машины на зеленых зонах. В среду государственный советник Татарстана Ментимир Шаймеев провел совещание по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. Он остался доволен темпом и качеством работ. Участники совещания обсудили концепцию дизайн-проекта интерьеров собора и рассмотрели проект по благоустройству территории. В среду в Доме правительства премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с делегацией провинции Южный Харасан. Ваш визит в Татарстан говорит о наличии хорошего темпа в развитии наших отношений, сказал Алексей Песошин. В четверг президент Татарстана Рустам Мениханов и заместитель председателя государственной корпорации Внешэкономбанк Ирина Макеева в Казани дали старт проекту «Тысяча юных футболистов». Для 180 мальчишек из 37 моногородов страны в столице Татарстана мастер-классы провели тренеры Академии ЦСКА. В четверг председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин с рабочей поездкой посетил Алексеевск, где принял участие в итоговом заседании Совета района. Депутаты приняли отставку главы Владимира Казанкова. Районом он руководил 14 лет. Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета стал Сергей Демидов, который ранее работал первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Мы продолжаем программу «Семь дней». На этой неделе на заседании Государственного совета с отчетом выступил министр внутренних дел по республике Татарстан Артем Хохорин, который сообщил депутатам, что в республике сохраняется тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. В то же время депутаты обратили внимание министра на случай мошенничества и растущую изощренность преступников. Впору организовывать специальные курсы, особенно для детей и пенсионеров, на тему «Как не стать жертвой мошенников». Сегодня в центре нашего внимания вечный квартирный вопрос. По официальной статистике, каждая пятнадцатая сделка с недвижимостью в стране проходит с какими-то нарушениями. По неофициальной статистике, таких сделок в разы больше. Суды завалены так называемыми квартирными делами. Но число пострадавших от рук аферистов не становится меньше. Почему? Именно в этой сфере крутятся огромные деньги. Поэтому и наглость мошенников запредельная. Вот, к примеру, при Волжском районном суде Казани уже начали рассматривать два крупных дела. По 22 эпизодам уже идут судебные разбирательства. Еще восемь случаев на стадии расследования. Как купить или продать квартиру и не остаться без гроша в кармане? Об этом Эльзира Юзаева. Эта история пятилетней давности только по одному уголовному делу проходит свыше 20 пострадавших. Все они жители Казани, оставшиеся без жилья. Схема обмана людей была довольно проста. Кредитная организация выдавала деньги взаймы под залог квартир. Проценты были высокие, а люди, закладывающие свое зачастую последнее жилье, как правило, из неблагополучной среды. Уже через пару месяцев горе-заемщики становились должниками. А специалисты кредитной организации, воспользовавшись их финансовой безграмотностью, квартиры пускали с молотка. Как правило, это группа людей. Отдельная группа занимается сыскательством, поиском людей, которых можно объегорить, обмануть. Людей, которые потеряли какие-то свои родственные связи, социальные связи. Либо одинокие люди, либо люди, которые недавно вернулись из мест лишения свободы, либо находятся в местах лишения свободы. Люди, имеющие большие кредиты, большие задолженности по отплате, необустроенные, желающие как-то изменить свою жизнь. Следователи уверены, что обманутых в разы больше. Оставшись без крыши над головой, люди пытались в первое время добиться справедливости. И взывали то к сочувствию кредиторов, то обращались в правоохранительные органы и суды. Но все на первый взгляд было по закону. Это уже не лихие 90-е. В ход не шли угрозы или психологическое давление. У специалистов кредитной организации на руках были все правоустанавливающие документы, собственноручно подписанные пострадавшими. Договоры займа и купли-продажи квартир. Связанные по рукам и ногам должники так оказывались на улице. В рамках уголовного дела мы знали, что человека оставили без жилья. Начинали его искать. Находили в приютах для бездомных. В устроительном районе есть приют для бездомных. Мы его там нашли. Показания, если ты с этим не сталкиваешься, неизвестно, что оказывается в Казани большое количество людей, которые не имеют реально места жительства. Ты будешь жить на живоплощадке. Таков был ответ его родной сестры. Ильдар Ижбулатов по наследству должен был получить долю в родительской квартире. Но родная сестра, как уверен Ильдар Ижбулатов, не без помощи нотариуса, все наследство оформила на себя, чтобы впоследствии продать недвижимость. Сестра написала заявление нотариусу, что она единственный наследник. Предоставила все документы, все выписки, все. Нотариус, не проверяя ничего, оформляет наследство на закривание. Три месяца он добивался справедливости в суде. Во время расследования, которым пришлось заниматься ему самому, были выявлены весьма интересные подробности сделки. Согласно вот этой полицейской справке, его сестра переехала из России в другую страну 11 октября 2012 года. И больше в Казани не появлялась. Но через 4 месяца, в феврале 2013 года, каким-то удивительным образом, будучи за границей, ей удается оформить доверенность у казанского нотариуса. Но самое поразительное то, что за две недели до оформления вот этой конкретной доверенности, подписавшийся на этом документе нотариус, сложил полномочия по собственному желанию. Об этом Ильдар Ижбулатов узнал позже, уже из архивной выписки Нотариальной палаты Республики Татарстан. Более того, уволившийся по собственному желанию нотариус за этот период времени выписывал свыше тысячи нотариальных документов. Технически такое количество доверенности выписать невозможно. Выписывал ли это и Хрыжкова тоже непонятно. Это очень большой вопрос. Но то, что уже одна доверенность, которая фальшивая, уже при проверке, которая вот она вот налицо, конечно. Нотариус. Человек с высшим юридическим образованием. Он знает свои, должен знать свои обязанности. Судья Верховного суда Рашид Файзуллин вспоминает громкое дело, в котором фигурировал представитель закона, когда Казань потрясла новость об убийстве из-за квартиры мальчика-сироты. На суде удалось доказать, что в этом деле фигурировали и начальник паспортного стола, оформлявший поддельные паспорта, и нотариус, который за определенную сумму оформил документы на подставное лицо. Вот эти лица, остальные участники, значит, твердо на него указали. Его доля 300 тысяч рублей именно за то, что он выдаст по незаконному выданному другому лицу паспорту, доверенность на сбор документов и приватизацию этого жилья, и другая доверенность была выдана одному из соучастников, именно была выдана на продажу этого жилья. Он с этого должен был иметь 300 тысяч рублей. Покупка квартиры для большинства граждан – это дорогостоящее и ответственное решение в их жизни. Ведь для кого-то это сделка, это уже результат многолетних накоплений, и для кого-то это будущее бремя по выплате ипотеки. В любом случае, учитывая высокую стоимость квартир на рынке, работа для профессиональных мошенников всегда найдется, которые знают все пробелы в законодательстве и могут обмануть в любой момент как покупателей, так и продавца. В 2017 году в Татарстане было зарегистрировано свыше 100 тысяч сделок с недвижимостью. В России существует и такая статистика, что каждая 15-я сделка имеет неправомерный характер. По словам руководства гильдии риэлторов, сегодня практически никто не может себя обезопасить на все 100% от мошенников в сфере недвижимости. Потому при продаже или покупке квартиры собственникам нужно быть самим на чеку. У нас в Казани появились, в Татарстане еще появились мошенничества, связанные с поддельными доверенностями. То есть доверенностями, например, мы тоже с этим сталкивались, выписанными на территории Украины. Согласно международным договоренностям, доверенности, выписанные на Украине, то есть украинским нотариусам, у нас в Российской Федерации действуют. Даже было мошенничество вот по таким доверенностям, связанное с крупным чиновником. То есть когда у чиновника таким образом продали квартиру, он даже и не знал. Специалисты дают совет, на что следует обратить внимание при совершении сделки с недвижимостью. Самое главное не доверять, а проверять. Если квартиру продает не сам собственник, а его представитель, в этом случае нужно убедиться, что доверенность подлинная или не была отозвана самим собственником. Эту информацию можно получить на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если не предъявлять оригиналы правоустанавливающих документов, а только их копии или дубликаты, в этом случае можно и нужно заказать выписку из единого государственного реестра, чтобы убедиться в чистоте объекта. Если вас торопят с подписанием договора, или цена сделки существенно занижена по сравнению с рыночной ценой, или же объект перепродавался много раз за короткие сроки. Но для полной безопасности каждый собственник может подать заявление в Росреестр о запрете на какие-либо действия с его квартирой без его участия. Такое заявление будет основанием для внесения в реестр записи о том, что имеется такой запрет на отчуждение без личного участия собственника. И в случае, если вдруг поступят документы от каких-то третьих лиц, эти документы не будут рассмотрены, они будут возвращены без рассмотрения. Но у тех, кто видел этих жертв обмана, есть еще один немаловажный совет. Насколько бы договор не был многостраничным и скучным, лучше его повнимательнее прочитать, чтобы после сделки не посыпать голову пеплом. Изира Юзаева и Роман Безменов 7 дней. Продолжим программу. А теперь еще к одной знаменательной дате, которая случилась на этой неделе. 21 февраля весь мир отметил Международный день родного языка. Он был установлен 17 ноября 1999 года на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью сохранения и развития языкового и культурного разнообразия и поддержки многоязычного образования. Дата 21 февраля была выбрана не случайно. Именно в этот день в городе Дакки, ныне столицы Бангладеш, в 1952 году от пуль полицейских погибли студенты-демонстранты, требовавшие придать языку Бенгали государственный статус, что и произошло в 1956 году. Цена статуса государственного языка была очень высока. День родного языка отмечается ежегодно с 2000 года. Стоит отметить, что каждый год он посвящается определенной теме. В этот раз для нас, для татар, в силу известных событий, тема воспринимается особенно остро. Тема Дня родного языка 2018 года звучит так. Сохранение лингвистического разнообразия и продвижение многоязычия в рамках достижения целей в области устойчивого развития. Согласитесь, очень актуально. Как нам сохранить свой родной язык? И главное, зачем? А также, кто нам в этом поможет? Михаил Любимов продолжит. Хорошая, симпатичная, приятная, привлекательная школа. Не правда ли? Какой она, собственно, и должна быть? Возможно, это прозвучит несколько натянуто, неожиданно, но как мы с вами выбираем себе школу? Примерно так же, как выбираем спутника жизни. Он должен быть приятен, привлекателен не только снаружи, но и внутри. В нем должно быть достаточно интеллекта и углубленное знание хотя бы одного из предметов. Вот именно по этим критериям местные родители и выбирают вот эту школу Яктылык города Самары. Школу с углубленным изучением татарского языка, единственную в своем роде в этом городе. Но выбирают не только поэтому, и выбирают не только татары. Так чем же она так привлекательна? Эта школа на 540 мест очень хорошо известна во всем городе. Это единственная во всей Самаре школа, где есть татарский как предмет. Не густо, учитывая, что 50 тысяч человек только в городе причисляют себя к татарам. Однако не каждый татарин выберет себе такую школу только потому, что здесь есть язык. Поэтому изначально, 20 лет назад, перед инициаторами стояла задача создать в первую очередь мощный потенциал по всем, без исключения предметов. И вот тогда появился спрос. Настолько высокий, что встретить тут можно теперь не только татарские фамилии. Русские семьи мечтают попасть в эту школу. Ну вообще, да, школа очень нравится. Все-таки по качеству образования тоже отбирают. Да, вот именно по качеству образования тоже отбирали, потому что школа, уровень гимназии, то есть знания хорошие дают. Вы сейчас можете отказаться от татарского языка, имеете полное право на это? Нет. Кстати, по этому поводу, я считаю, что если мы выбрали татарскую школу, то мы должны знать язык. Знали, куда шли. А по поводу знания татарского языка, это вообще даже не барьер нисколько, это наоборот плюс, если ребенок будет дополнительно знать еще татарский язык. Раз, два, три. Улыбаемся сильно. Раз. Школа «Яктылык» сегодня входит в список 100 лучших школ России. Проделана огромная работа. Основную нагрузку по возведению школы тогда, в 97-м, взял на себя, конечно, бюджет области. Но изначально было ясно, что без меценатов, благотворителей дело не пойдет. Компания самарского предпринимателя Вазыха Мухамедшина, например, вложила сюда не менее 10 миллионов рублей. Это по самым грубым прикидкам. Ведь денег тогда никто и не считал. Ну, в общем, пока сами не сделаете, никто за вас это не сделает, конечно. Надеяться на бюджет, и когда нам выделят, это может сдать 100 лет. Поэтому надо толкать. Мы этим занимаемся активно. Мы, конечно, все попривыкли, что образование нынче не бесплатное, и за все надо платить. Но в этой привлекательной школе родительские средства привлекать не привыкли. Потому что есть вот такие люди. К сожалению, как в начале 20-го века строить за свои деньги мактаби, школы, содержать учителей, покупать парты и все остальное, таких мощных предпринимателей, наверное, все-таки нет. Ильяс Шакуров, председатель местного общества татарской культуры, известный самарский предприниматель. Не владелец нефтяной компании или золотых приисков. Простой трудяга, которому деньги с неба не падают. Но огромную часть доходов он несет сюда. И вот почему. Надеяться, что дети татар, родившиеся в Самаре, только благодаря семье и каналам ТНВ, ТНВ «Планета» и редким татарским мероприятиям вырастут татарами, но это просто не отдавать себе отчет в реалиях и быть очень-очень наивным, преступным наивным по отношению к своему народу, к своим корням, к своей нации. Потому что, действительно, когда многие взрослые говорят, мы татарин, я татарин, я татарка, у меня бабушка татарка, у меня дедушка татарка, прабабушка, прадедушка, волей-неволей в голову приходит мысль, хорошо, вот вы-то можете об этом сказать? А ваши внуки захотят так говорить, что их дедушка, прадедушка татары, татарки? Вы только послушайте, какая мысль. Назвать себя татарином, русским, утбуртом, мордвином, может не тот, кто имеет таковых предков, лишь тот, кто намерен иметь таковых потомков. У Ильяса Шакурова они уже есть, но думает он еще, как минимум, о 500 семьях. Лучшие ученики и учителя этой школы получают стипендию по 100 тысяч рублей. Из его рук. Олимпиады, транспорт, премии, подарки, все это тоже он. Цифру расходов он не назовет, он ее не знает. Материального ему не надо. Вы знаете, я думаю, что, наверное, у любого спонсора, ну, в данном случае о спонсорстве речь не идет, потому что мы никаких дивидендов, ни я, ни моя семья не ожидаем, и не рассчитываем, и не планируем. Речь все-таки действительно здесь идет, как мы с вами уже говорили, о меценатстве. И, наверное, если бы семья знала весь объем этого меценатства, может быть, даже им что-то не понравилось бы. Но это вот как мулы, как и мамы говорят, а вы не говорите всем обо всем. Пусть что-то вот там держите про себя, держите для Всевышнего, держите для себя в старости. Впереди у Ильяса Шакурова и сподвижников новые горизонты. Помните, мы говорили, 50 тысяч татар только в Самаре, а школа с татарским одна. Еще на одну денег пока нет, но есть выход. Мы с вами находимся сейчас на крыше этой во всех отношениях привлекательной школы. И вот представьте себе, каждый день, много лет подряд, ученики, учителя, директор школы из окон этого здания смотрят на вот это здание, которое здесь прямо напротив. И оно не менее привлекательно для них. Почему? Потому что это бывшее здание ресурсного центра, бывшее здание вечерней школы. И вроде бы сейчас уже есть такая договоренность, что за счет этого здания можно расширить и эту школу. А это еще 200-250 ученических мест. Ну, конечно, это капля в море. Но, как говорят китайцы, большие реки состоят из маленьких притоков. И, конечно, найдется здесь работа и для меценатов, конечно. Ну, конечно же, без помощи тяжело такое дело большое сдвинуть с места. Поэтому у нас много людей, которые нам помогают. Ну, в общем, вы уверены, что людей найти удастся вам? Людей ответственных все-таки за наш образ? Конечно же, конечно, однозначно. Мы уверены, что у нас все получится. И школа у нас расширится. И желающих мы еще больше сможем поместить. Вода, говорят, камень точит. Работы этим неравнодушным людям хватит на несколько жизней. И все это не ради домика в раю и не ради публичности. Есть еще в сердцах у людей высокие идеалы. Ни один пассажир «Титаника» и ни одна каюта отдельно, ни одна палуба отдельно не спаслись. Поэтому нам ничего другого, как управлять, влезать, пытаться остойчиво стучаться, гонять дверь, лезть в окно, пытаться участвовать в управлении российским государством с учетом интересов татарского народа, татарской нации, у нас другого выхода нет. Михаил Любимов и Роман Безменов. «Семь дней». Наш прославленный поэт, лауреат Государственной премии, народный депутат Аразилий Смагилыч Валеев прислал мне в день родного языка свое стихотворение, которое я с его разрешения вам и прочту. Туган тельда зерлищи шме, туган тельда шаулы таллар, туган тельда дачсэмгена, туган холкам мины англар. Я предлагаю вам свой вольный перевод. «На родном языке журчат родники, на родном языке лес шумит и поет. Если буду говорить на родном языке, лишь тогда мой народ меня поймет». Замечательные, глубокие по смыслу слова. На этом мы завершаем программу. Еще раз поздравляю всех с праздником Защитника Отечества. Очень приятно, что наши хоккеисты добавили этому празднику блеск золотых медалей. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания.